За что задержаны? За ограбление. Улипанское. Ты не признаешься? Да. В какое время все происходило? Ночью. Ночью во дворах, да? Да, во дворах. Предмет какие-нибудь, оружие, ножи? Нет, такого не было. Лицо, пусть будет. 10 июня в отдел полиции Савинова обратились сразу двое потерпевших. Они сообщили, что поздно ночью на улице Чуйкова, неизвестные с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто похитили принадлежащее им имущество. Телефоны, сумку, беспроводные наушники, деньги и банковские карты. Сумма причиненного материального ущерба превысила 50 тысяч рублей. На следующий день с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько жителей города. Следственными органами по установленным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 30 части 2 ст. 161 УК РФ «Попытка грабежа». Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Савинова, исходя из характера и способа совершения преступлений, предположили, что к ним причастны одни и те же лица. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий 12 июня полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет. Молодые люди признали, что заранее планировали и готовились к совершению преступлений. В основном поздно ночью подходили к прохожим, применяли силовой прием и отбирали вещи. Известно, что добытые преступным путем имущество, они выбрасывали и забирали только деньги и банковские карты. Как следует, из показаний задержанных преступная группа состояла из четырех человек. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание еще двух подозреваемых. У полицейских есть основания полагать, что задержанные причастны еще к ряду грабежей, совершенных на территории города и районов республики. Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, могут обращаться в дежурную часть Управления МВД России по городу Казани по телефону 2-914-821, дежурную часть отдела полиции Савинова 2-914-212 или по номеру 02-020-мобильного. Продолжение следует...